Коллеги, еще раз доброго утра. Ну что, буквально несколько дней остается до великой даты. День Победы у нас уже вот-вот настанет. И, собственно, сегодня вот такой небольшой экскурс в музей-мемориал Победы. Рядом со мной директор музея Татьяна Владимировна Ивлева. Но переместились мы, скажем так, к центру этого музея. Это, конечно, вечный огонь. Место, где многие фотографируются, где постоянно стоит пост. И всегда у нас возникал вопрос, как все-таки это работает. Но давайте все-таки откроем секрет. Это газовая резервная установка. Установлена она здесь была в 1975 году. Работает она на основе сжиженного газа. Работает постоянно, без перерывов. Бывают технические вопросы, но это любая техника, ее тут же приводят в строй. Техническое обслуживание регулярно проводится. Ну и таким образом мы все видим постоянно работающий вечный огонь. Вот пост тоже стоит круглосуточно? Пост возле вечного огня стоит с 10 до 2. Он стоит ежедневно, кроме воскресенья. Восстановлен он был 23 февраля 2015 года на постоянной основе. Каждую неделю стоит новая школа. Проходят они этот отбор на конкурсной основе. И лучшие ученики школы стоят здесь на посту в течение всего года. Ну вот еще место, которое невозможно не заметить около мемориала, это, конечно, танки. Дети всегда любят, любят полазить по танкам. Это место, которое уже давно облюбовали. Но есть необычные все-таки, скажем так. Да, здесь представлено 7 единиц. Хотелось бы отметить пушку, которая стоит вторая, если стоять лицом слева. Это та пушка, которая в течение 5 лет стреляла в городе Красноярске в 12 часов дня. Я извещала о том, что наступил полдень. Сегодня тоже есть возможность ее потрогать. То есть 5 лет к ней нельзя было прикасаться, потому как боевое орудие. Сейчас это демилитаризованная техника. Ее можно потрогать и понять, что же значит было стрелять в Красноярске и слышать ежедневный этот выстрел. Ну, я хочу сказать, что в преддверии 9 мая, собственно, 9 мая здесь в Мемориале Победы режим никак не меняется. Вас готовы принять и 7, и 8, и 9. Но вот сегодня, пока шахтеров у нас еще на ходу, и сегодня в 9 часов утра, буквально через несколько минут, здесь пройдет возложение венков. Здесь уже несколько, ну, уже было возложение, сегодня будет 3, нам рассказали, да, ну, и в течение нескольких дней, куда уйти-то, Кутько? В общем, и в течение нескольких дней здесь тоже будет возложение. Ну, и вообще у меня большая просьба ко всем красноярцам. На самом деле, вот мы все говорим спасибо ветеранам, но стоит прийти сюда, в Мемориал Победы, посмотреть на это еще раз, увидеть все и потрогать своими руками. И, конечно, еще раз убедиться в том, что война это все-таки страшная. Ну, и, конечно, с наступающим вас праздником. Коллеги, вам слово. Субтитры сделал DimaTorzok